Из 34 депутатов на сессии присутствовал 31 депутат. В работе сессии принял участие глава государства. Он представил в парламент на должность премьер-министра кандидату Руги Надя Бекоева. Президент кратко ознакомил депутатов с биографией кандидата, отметил ряд его достижений на посту министра экономики и исполняющего обязанности председателя правительства. Он попросил депутатов одобрить кандидату Руги Коева на пост главы Кабмина. За время работы министерством экономики, заместителем председателя правительства действительно были результаты работы. Имеется в виду в частности под ведомственной группой министерства экономического развития, это нефтебаза и пипзавод. С момента назначения Геннадия Борисовича министром экономики, эти группы вышли на прибыль. И в этом году общая прибыль этих двух группов составила около 24 миллионов рублей. И, будучи исполняющим обязанности председателя правительства, продолжил свою работу. Сегодня у нас по результатам этой работы готовится соглашение с Российской Федерацией о повышении заработной платы бюджетникам и повышение заработной платы государственным и гражданским служащим. Депутат партии Нахас Давид Санакоева отметил, что на момент представления в парламент кандидатуры Бикоева он занимал должность гендиректора ОАО «Газпром Южная Осетия», что противоречит закону о правительстве, который запрещает напрямую или через доверенных лиц заниматься коммерческой деятельностью. Именно по этой причине, считает он, Бикоев не может занять пост с примером. Анатолий Бибилов пояснил, что эта организация не занималась коммерческой деятельностью и Бикоев не получал там зарплату. Эта организация не занималась коммерческой деятельностью, эта организация не занималась финансовой деятельностью, эта организация, и в этой организации Геннадий Борисович не получал зарплату. Чем было вызвано? Вы прекрасно знаете, что во время встречи с Миллером Алексеем Борисовичем у нас была задача сделать все для того, чтобы начать газификацию Республики Южная Осетия. Для того, чтобы выстроить схему финансирования, схему взаимоотношений. Для этого была создана эта организация. В целях контроля и обеспечения всего необходимого документационного обеспечения в этот переходный период, без зарплаты, без финансовой деятельности, Геннадий Борисович был назначен для организации, назначен директором для организации в полной мере работы этой организации. Геннадий Бекоев рассказывал о ближайших планах правительства, в числе которых работа над повышением заработной оплаты в республике, создание фонда соцстрахования, работа по предоставлению жилья по договорам социального найма, обновление парка сельхозтехники. Хотел бы остановиться коротко на тех первоочередных основных вопросах, которые бы правительство планировало реализовать до начала 2021 года. Первое, не сказать так, основных пунктов. Первое, это работа над реализацией соглашения о софинансировании за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Южной Осетии. Также готовится к подписанию соответствующих соглашений в отношении государственных служащих. Второе, это правительством готовится ряд законопроектов, предназначенных закрепить на законодательном уровне социальные обязательства государства перед гражданами в связи с материнством на случай временной недоспособности, а также обеспечивающих заботу о детях. Помимо этого, на законодательном уровне будет установлена гарантия финансового обеспечения перечисленных мероприятий, то есть создания и функционирования финансового социального страхования. Также ведется работа над проектом закона, который будет регулировать предоставление коммерческого жилья по социальному наиву. В рамках сотрудничества и обмена опытом с российскими коллегами планируется реализация подготовленной программы развития агропромышленного комплекса Республики, которая в настоящее время рассматривается российскими экспертами. Также планируется серьезное обновление, имеющее в зависимости от парка сельскохозяйственной техники. В 2021 году первоочередными направлениями станут качественное проведение посельной кампании и введение в эксплуатацию новой техники. А также отдельно хочу отметить, что ведется работа над программой развития Ленингорского района. Реализация программы годного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год, а также работа по внесению изменений в закон о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Южная Осетия. Проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий по государственным монетарным предприятиям с целью упорядочения и более эффективного их функционирования. Работа над внесением изменений в нормативные акты для улучшения инвестиционного климата – это предоставление льготных условий и оказание содействия при реализации инвестиционных проектов. По словам Бекоева, это те задачи, которые правительство намерено выполнить до начала следующего года. Голосование по этому вопросу было тайным. Из присутствовавших на заседании депутатов кандидатуру Бекоева поддержали 19. 11 проголосовало против. Один депутат, Гарри Мулдаров, не принял участие в голосовании. Вторым вопросом стал вопрос о признании неправомочным сессии парламента от 16 февраля 2021 года. На ней, среди прочих, были приняты бюджет республики и бюджет пенсионного фонда. Это позволило выдать пенсии и зарплаты сотрудникам нескольких учреждений. В ходе дискуссии некоторые депутаты настаивали на том, что это было неправильно, и вопрос снова был поставлен на голосование. 18 депутатов решили, что закон был принят правильно, и люди смогли получить зарплату. 11 решили, что население бы и дальше могли ждать пенсии и зарплаты. Сегодня был принят закон о ратификации соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики Южная Осетия и МВД, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Проекты закона о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия в государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год и закона о внесении изменений в статью 286 Налогового кодекса Республики Южная Осетия были приняты на сегодняшней сессии парламента. Внесены изменения и в закон о борьбе с терроризмом. Этот закон представил глава комитета Осамас Бибилов. Предлагаемые изменения в закон направлены на совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности.